займемся шейным отделом сядьте удобно найдите удобное положение не обязательно ноги скрещивать ровная спина плечи опущены и первое движение лбом тянемся верхнюю часть нашей комнаты удлиняя заднюю поверхность шеи считаем до 10 в этом положении можно до 30 секунд задерживать потом направляя второе положение это подбородок в нижнюю часть нашей комнаты и еще и вперед сохраняйте плечи неподвижными на оборотах даже немного натягивайте вниз лопатки опущены но сохранять ровную спину без округления третье положение мы опускаем подбородок груди сохраняя ровную спину и теперь тянемся макушкой верхнюю часть нашей комнаты а подбородок тянем вниз к груди после третьего положения также 10 счетов это минимально лучше задерживаться по 30 секунд оставляя подбородок спрятанным мы выдавливаем затылком себя назад и наверх удлиняя заднюю поверхность растягивает трапециевидную мышцу вот таких мы делаем семь кругов из четырех положений лучше это делать с утра семь кругов в одну сторону то есть начиная лбом вверх потом подбородком в нижнюю часть нашей комнаты потом подбородок мы прячем натягиваем макушкой верхнюю часть нашей комнаты и потом затылком прячем вот все эти положения позволяют растянуть мышцы шеи которые зажимают удлинить расстояние между позвонками убрать зажимы все в позвонках расслабить ее тем самым убрать болевые какие-то ощущения это работа с остеохондрозом работа с шейными грыжами после чего как только мы сделали мы тоже самое делаем в обратную сторону но только это делаем уже вечером тоже делаем семь кругов от 10 до 30 секунд мы делаем паузу вот сейчас как раз мы начнем в обратную сторону то есть в обратную сторону лучше делать раздельно например вечером можно комбинировать но чтобы не путаться лучше например с утра делать вперед да и в обратную сторону вечером вот сейчас еще раз давайте пройдемся а плечи опущены ровная спина можно также сидеть на стуле то есть не обязательно сидеть на полу со скрещенными ногами теперь подбородком тянемся в нижнюю часть нашей комнаты оставляя плечи назад расслабленные плечи руки просто висят удлиняем тянемся теперь переводим движение вверх лбом верхнюю часть нашей комнаты но также удлиняясь вперед все время натягиваясь немного вперед позвольте шею удлиниться и уводим затылком назад немного подбородок прячем и макушкой больше вытягиваемся вверх удлиняя все также мы повторяем вот из этого же положения все время натягиваете шею такое ощущение как будто вас за шею взяли да и помогает вам тянуть ее это ощущение все время сохраняйте во время всех упражнений вот это вот ощущение вытягивания позвоночника я иногда такое делаю когда ставим в пробках но только аккуратно потому что когда вы опускаете подбородок ничего не видите вот лучше конечно там где вам никто не будет вмешать сконцентрироваться подбородок вперед теперь лбом наверх в этом же положении то есть это первая часть которую мы делаем для того чтобы растянуть всю заднюю поверхность шеи внутреннюю часть внутренние мышцы которые держат позвоночник чтобы их удлинить расслабить тянемся макушкой продолжаем расти и после чего как только мы завершили оставляя плечи на одном уровне смотрим за правое плечо поворачиваем подбородком плечу но сохраняя плечи на одном уровне на одной линии не вращаем и все время сохраняя вот это ощущение вытяжение вытяжение макушкой наверху длиннее шеи сохраняйте это ощущение на протяжении всего упражнения все всей комбинации то есть как только мы сделали например с утра семь кругов в одну сторону мы переходим вот сразу ко второй части мы растягиваем боковые части нашей шеи за счет подбородка взгляд за плечо без сильного напряжения не должно быть сильного напряжения и все то же самое разворачивая в левую сторону мы подбородок уводим назад за плечо продолжаем макушкой вытягиваться наверх тянемся удлиняем удлиняем шею то есть работа постоянная не просто сидим расслабленно а именно работа но без сильного напряжения никакой трясучки не должно быть посмотрите плечи до сохраняем никуда и мы их не двигаем работаем только шейным отделом опускаем а теперь именно удлинение боковых и трапециевидной грудино-ключичная мышца сначала мы опускаем правым плечом правому уху и дополнительное натяжение мы используем свою руку но только наша задача не прижать ухо к плечу а взять немного на себя за ухо и вытягивать в длину и еще и опуская левое плечо вниз не давите вниз давите чуть-чуть вытягивайте его тяните за собой в диагональ и вот это вот натяжение приятное тоже можно чуть дольше задерживаться я лишь сейчас показываю как это сделать то есть можно до минуты держать в этом положении прям расслабляя расслабляя вы почувствуете что сначала мышцы натянуты как струна потом постепенно постепенно расслабляет все расслабление должно быть через время потому что сначала мышцы напряжена глубокие мышцы напряжены и постепенно сначала расслабляются внешние потом уже внутренние мы продолжаем увеличивать вот это расстояние между позвонками тем самым еще и обогащая новыми питательными веществами те проблемные участки которые у нас есть выпрямляемся расслабились пару секунд посидели все то же самое опускаем ухо и дополнительное натяжение мы берем себя под ухо но не давим вниз не к плечу направляем голову а в диагональ удлиняя шею в диагональ вытягивая себе плечо опущено вот это ощущение сохранять удлинение и опущенных плеч я визуализирую так что мои лопатки все время стекают вниз к позвоночнику сохраняя спину ровной также задерживаем можно считать про себя от 10 до минуты до 60 раз но лучше на ощущениях работать то есть вы почувствуете когда ваша шея удлинится теперь мы ровно сели мы начинаем с третьей части эту часть можно делать отдельно мы укрепляем шею сейчас с одной стороны на пять секунд мы головой давим на руку но только не рукой хотим направить нашу голову на от головой именно руку сместить в правую сторону делаем таких три подхода по пять секунд считаем 1 2 3 4 и 5 3 подхода потом то же самое мы делаем на другую сторону то есть рука используется удлинение шеи и головой упираемся хотим убрать у хотим надавить сильнее именно головой на ладонь пять секунд возвращаем также три подхода можно делать пять подходов но начать с трех эта часть теперь мы удлинили нашу шею мы укрепляем ее но эту часть можно делать также отдельно то есть просто через укрепление это обязательная часть у нас мышцы должны быть не только не только гибкими но еще и сильными теперь движение снизу мы упираемся руками в наши на ладони в наши кулаки и давим подбородком хотим подбородок опустить груди не сжимайте шею опустите плечи почувствуете внешнюю часть именно переднюю часть наших мышц но продолжает также работать с удлинением давим руками давим подбородком больше ощущениями на подбородком теперь тоже самое с правой стороны мы кулаком упираемся в нашу челюсть и мы не рукой давим еще раз да а именно подбородок поворачиваем в правую сторону напрягаете мышцы делаем 5 секунд и пауза 5 секунд и пауза пауза небольшая прям несколько секунд просто чтобы расслабить и третий подход 4 3 2 1 и все то же самое мы направляем в другую сторону с другой стороны также теперь левым кулаком упираемся в челюсть и поворачиваем голову напрягаем эти мышцы именно такое статическое напряжение не динамическое позволяет нам не перегружать эти мышцы но укреплять именно внутренне задействовать внутри мышцы которые принципе даже должны держать наш позвоночник они перегружать внешние мышцы также 5 секунд теперь мы направляем лбом вперед то есть хотим опустить голову наклонить ее и делаем сопротивление кулаком можно двумя кулаками я делаю по очереди сначала правый потом левый потом правый потом левый то сделаю 4 чтобы одинаковая нагрузка была также 5 секунд считаем раз два три 4 5 но не зажимая да мы не зажимаем шею не поднимаем плечи и четвертый раз да и вперед на правду напрягаем эти мышцы 3 4 5 и теперь опускаем растягиваем заднюю поверхность шеи локти вниз и движение с грудным отделом вдох плечи вверх выдох вниз локтями тянется вперед вдох и выдох еще сильнее удлиняя заднюю поверхность шеи вдох и выдох делаем 10 повторений не округляйте именно спину а только-только шеи вдох и локти вниз и вперед и вытягиваемся делаем 10 повторений и теперь давим затылком назад локти в стороны продолжаем вытягивать себя возьмите как будто себя за нижнюю часть затылка и тянем вверх все время надавливая наша задача задача сейчас убрать вот этот шейный лордоз то есть его сгладить постоянно макушкой наверх вот в этом положении лучше держаться подольше от минуты до двух потому что чаще всего именно во внутреннюю сторону и потому что с образный то есть вовнутрь это лордоз шейный вот его наоборот убираем то есть мы лечим его в обратную сторону вот такое вот положение мы делаем а вот теперь расслабляем плечи еще раз напоминаю у нас две части первая часть мы растягиваем шею да и вторая часть мы укрепляем шею это обязательные части потому что мы должны иметь не только гибкие мышцы но так как голова в принципе не самая легкая часть нашего тела мы еще и должны иметь сильные мышцы можно делать наоборот сначала укрепление потом расслабление обязательно делаем вот эти две части у вас уйдет максимум 7-10 минут с утра и 7-10 вечером но если мы будем делать это каждый день вы почувствуете даже через 5-7 дней намного большую разницу боль должна обязательно уйти потому что это будет через расслабление боль в нашей шее это не нормально это физиологическая часть перенапряжение постоянно где-то нервное окончание зажато и стреляет в мышцу и мышца просто все время в спазме вот этот спазм наша задача просто убрать и сделать мышцы шеи сильными внутренние мышцы чтобы они держали нашу голову в общем делайте эти положения я на себе это испробовал и также делал это не переставайте это делать в течение четырех недель то есть это такой мини курс и выполняйте его для профилактики где-то через две-три недели там хотя бы несколько дней подряд то я вас уверяю вы забудьте о болях в шее каких-то грыжах неприятных ощущений голове головных болях потому что головная боль это чаще всего также спазмированные трапеции и мышцы шеи в общем будьте здоровы занимайтесь собой обязательно выполняйте эти движения если у вас есть какой-то дискомфорт шеи даже хотя бы просто чтобы расслабить ее все счастливо до новых встреч не болейте и всегда почаще улыбайтесь пока давайте счастливо